Ура! Перерыв закончен! Мы продолжаем. Куда идти, я не знаю. Главное, что мы сохранились. У нас полвосьмого. Чёрт-то знает, что меня ждёт. Храпака бы дать, но беда в том, что мне бы не тут храпака давать, а где-нибудь у Ольгимского, наверное, потому что оттуда и до театра недалеко, это раз. Плюс здесь вот эту штучку мы по пути сможем откочевырежать. Это два и три. Хрен его знает, где после театра откроется лавка мёртвых вещей. Ещё, кстати, вот да. Мы, кстати, недалеко от своего дома. Может быть, ещё туда заскочить? Может, этого болезненного привезли, которого резать надо? Пойдём проверять. Здравствуйте. Проверять. Тем более, нужно, кстати, пополнить запасы этих самых бутыльков. И для нас, и не для нас. Аквахоббит. Отличий между старой и новой игрой, то есть старым и новым мором, примерно же столько, сколько и отсутствий этих отличий, если честно. Много нового, но при этом всё то же самое. Сложно объяснить. Только сейчас заметила его, если честно. Так, ну-ка. Бурая кровавая. Ой, этот савьёра кровавая. Это у нас кто? Это жёлтенькая. У нас их уже две. Чёрная и савьёр. Бурой-то у меня, кстати, нет. Я не смогу сделать оранжевую. А чего боишься? Что наругают? Слушайте, а кровавая... ...и чёрная чё давала? Так. Кровавая и чёрная. По-моему, жёлтую. Да. Не, ну тогда пока отложим. Я просто всё потрачу. Так, нитки положить. Хотя мне столько не надо, на самом деле. О, так, положить. Положить. Зюм, это вам всё отдадим. Это что такое? Пинцель. Для ремонта тонкой техники. Хватит пиликать мне в ухе, я и так боюсь. Так. Слушай, когда я в инвентаре, время вроде не тикает. Поэтому мы сейчас немножечко подкорректируем. Это жёлтое обычное, да? Это из чего получилось жёлтое обычное? Мне жёлтое с плюсом больше нравится. Жёлтое с плюсом, это, по-моему, чёрное, да? С участием чёрной чё-то. Так. Изюм орешки мы сложим сюда. Это мёртвые ткани все. Это туда, бутылки сюда. Пистолетные потрошки надо револьверные выложить. Жучков, детишки. Или вот так кусочек таблеток. Знаешь что, подожди. Кусочек таблеток. Господи, как сложно тут иногда. Мелодия, кстати, приятная тут играет. Такая успокаивающая. Чуть-чуть. Так, это на обмен. Это бутыльки, бутыльки. Вот так вот сделаем. То, что я бухаю, будет прям здесь, с краю. То, что они бухают, будет всё это, с краю. Скальпель сюда, чтобы всегда он тут был. Пистолетки мы сейчас положим. Фундук куда-нибудь сюда. Шарики, хрен больше с ним здесь. Стоит ли играть тому, кто не играл в оригинал? Будет очень больно играть в это. Мне кажется, лучше всё-таки начать с оригинала. Но, с другой стороны, если ты не боишься трудностей, и не боишься почувствовать себя полным дебилом, ну, можно попробовать. Ну, готовься к тому, что тебе будет больно. Так, ну вот они у нас дырочки. Усталость и голод. И у меня нет ничего из еды. Просто ничего. У меня есть денюжки. Мне, на самом деле, сейчас спать ложится не с руки, просто потому что, если я лягу, я не встану. Нужно просто выучить сочетание травм. Я уже просто не встану. Так, три пустых. Ну, оставим пока что три пустых. Спичка, ты бы хоть кормил меня, хоть немножко, хоть... Даже, блин, в оригинале молока давали с хлебом иногда у Лары. Тут ничего не дают. Где мои вот эти все? Где мой бык? Зарызать его, сожрать его, господи. А, кстати, темная лавка. Ну-ка. Правда, там, наверное, очень дорогой... О, вот он, бычок, пасется, моя детонька. Что ты мне скажешь хорошего? Ничего. Усталость и голод. Это просто двое твоих злейших врага, помимо чуму. Ох, красота какая. Так, где там дырочка была? Вот в магазинку, вот она. Дырочка в магазинку, откройся. А еще жажда. Жажда вообще рядом не валялась. Ты ее можешь одним кликом избавиться от этой жажды. А вот от голода... Еда бесп... Ой, вода здесь бесплатная, понимаешь? А вот еда... Молодько. Время продавать бутылки. Молоко неплохо, кстати, удаляло, я помню. И голод, и жажда. Ой, вся надежда на то, что я ночью... Что-то смогу сделать. Хоть что-то. Монетка. А пуговица, вернее, стоит 51. Пружинка 51. Мне, конечно, обмен хороший, но ем она... Точиняками. Мне бы где-нибудь бритвы найти, я бы этот скальпель бы починила. Нож скоро развалится, к чертям собачьим. Самое противное то, что, по идее, бандюков, вечерних всех этих ночных, надо бы бить кулачками. Да? А тех, которые с ножом, соответственно, ножом. Чтоб не тратить нож. Вот это цены не то, что в Скайриме. Ну, ты, конечно, сравнила. Кхм-кхм. Ну, молоко придется брать, скорее всего. Я помню, она неплохо отдала. Черешня, привет тебе. Привет. Добро пожаловать. Так. Что делать-то, господи? Я что-то, я не знаю. Хоть дверин продавай. Сколько нам не хватает? 70, да? 70 же, да? Да. Можно две бутылки продать. Нам, в принципе, их реально много вот так вот прям не нужно. По крайней мере, пока мы не собираем кровь. Я могу тупо не дожить до того момента, как мы будем собирать кровь, поэтому... А, камон. Жук за восемь, не... Одна спичка. Может, одну спичку забашлят? Какие слова грамотные, культурные и вообще замечательные вырываются из меня. Давай одну спичечку, ладно. Молочка. Нет, стоп, подожди. Убрать. Я получу деньги сперва? Давай я сперва получу деньги, а потом мы разберемся. А, молоко уже не влезет. А, не, влезет нормально. Не, не влезет, подожди. Подожди, убери. Черт, я постоянно забываю, что молоко трехзвездочное. Шопа. Не, давай дождемся, когда у нас жажда будет. Вот это было не так, чтобы прям срочно, да? Зачем нам спички еще раз? Чтоб фонарик поджигать. Ну и, как выяснилось, они нужны, чтобы... Почему защищаться в доме, по крайней мере? Потому что эта тварь боится света. Как будто бы... Ну, как боится? Это так, сказочки. Ну, частично правдивые. Я начну скоро патроны продавать, если честно. Просто беда в том, что потом, когда-нибудь, когда нам попадется патрон... О, револьвер? Нам этих патронов никто не отсыпет. Мам, бляха, муха, как жить-то в таком мире? Так, сейчас пойдем туда. Хоть бы кто хлеба краюху подкинул. Ой, спаситель. Ой, доктор. Ой, спаси. Ой, помоги. А пожрать не принести, не? Доктор, вас не сможет лечить, если он от голода загнется. Сволочи. Анита Блэйк, привет. Где Анечка ваша долбанная? Вот она. О, бумажка какая-то. Можно прочесть, но потом лучше вернуть на место. Надо что-то в обмен уже положить, да? Жук, кстати, у детишек очень много стоил. Меллук вам добавлю один. Разбитые ампулы тоже неплохо стоили. И спичку, наверное, одну. Пускай это будет считаться как равноценное, ага. Так, эм... Че говоришь? Так, все, пора молоко хлебать. Че вы говорите коснуться? Она ушла из скорлупы. Дом снова наш. Вечером мастерим, как обычно. О, маленькие ублюдки. Она ушла из скорлупы. Дом снова наш. Ну, скорлупа вот. Но мне ничего не написали. А, может быть, это как раз-таки... Ну, мы там были уже. Когда фонарик чинили. Может быть, это был бы намек на фонарик как раз. А мы, видишь, там уже побывали и нам не отметилось. У Аньки были, да? Там у нее сухари есть? Блин, я не видела. Они бы мне, конечно, помогли. А, как же это? Может, рандом? Ну, кстати, возможно, рандом. Потому что здесь все прямо на рандоме. От лута до того, какие замки будут открыты или закрыты. Так, в принципе, в теории мы сейчас можем... Что мы можем? Нам надо каким-то хреном дотянуть до вечера. Вообще, нужно сейчас пробежаться по детям. Наковырять у них, может, чего-нибудь. Хоть сухарей, хоть чего. Хоть, ну, не знаю. Я жуков уже скоро готова. Буду есть. Усталость, конечно, зашкаливает. Но если я лягу поспать, я сдохну от голода. Давай к Ольгимскому. Ладно, залетим. Домах приближенных рандомом пометч. Ну, я не побегу сейчас к Анне Ангелу. Камон. Попросите ремонти. Черт, где моя бритва, когда она так нужна, а? Малышня. Эх, срань. Девочка, покорми батеньку. Хотела сказать я. Но нет. Пацан, до еды. Господи, где вся еда-то у вас? Ребятушки, кормите меня. Я же умру. Варри покупает траву. А, кстати, да. Я забыла что-то об этом. Я помню, что ее кто-то где-то покупает, но не помню, кто ее где. Что, стоим? О, господи, боже мой. Сухарей у тебя тут не завалялось? Владик. Накорми, а? Будь человеком. Просто, блин, на один час ложиться спать с Морфием, это как-то жерновато будет. Тем более, я Морфи, кстати, потратила на пацана. Тогда, в тот раз, когда лечила его. Ну, а мы сохранились. Давайте посмотрим, что час изменит. Ну, уравняло. Еще раз сохранимся, чтобы по ТВСЧ не повторять. Опять меня мучает голод. Где мои бандюки? Когда они так нужны? Крючки, отмычки. Еда! Я тебе ничего не могу дать. Бляха. Я готова убивать людей. Я уже готова у меня есть. Хочу, покормите меня. Почему тут так с едой-то плохо, а? В оригинале тоже с ней было плохо, но как-то... Потом ты выправлялся и вроде что-то налаживалось. А тут, я смотрю, вообще не спешит. Да твою мать, не надо так делать. О, штучка! Мне она нужна для починки этого самого... прибора моего в хате. Блин, это свинство, слушай. Кто там ломает дома? Я сейчас сама, как уходишь, поломаю. За еду вообще убить готова. Господи, почему они как в старте у него кидывают еду в мусорку, а? Это было бы так, кстати. Ночью здесь, конечно, глаз выкалятый. И то я еще гамму подняла. Хоть реально беги в этот сраный бар. Прям тихо. Прям сейчас. Тихо. А может реально сгоняем? Ну и вы нахрен. И у меня сейчас... Лара! Может там еще не побывали? Может там что лежит хорошее? Так. Если что, мы сохранились? А если... Прямо... Ну-ка, здесь есть... Лодка есть. Давайте сплаваем до Лары, потому что я устану, еще до кучи пока бежать буду. По пути может что попадется, но это не факт. Тихо. Вот не доверяю я вот этому говну вашему. Полезные мелочи, ага. Отдашь 20 сверточков каких-нибудь, бусинок еще какой-нибудь фигни, получишь 3 в ответ. Не-не-не. Лутбоксы сраженные. Там, конечно, иногда может рандомом реально что-то хорошее выпасть, но вот... Камон. Вот сюда надо кровку вылить, была бы кровка. Лара, покорми, а. Здесь, ну, в домах этих ребят что-то меняется. Со временем. То, что видишь, оно тут все облутанное мной же. Не буду пока сохраниться. Лара, покорми! Да хоть сухарь какой-нибудь двухгодичной давности. Лара! Лара, я же помру! Медведь умирает, Лара! Кто стучится ночью вставной? Голодный бурах на издыхании. Нау, Лара, да! Лара, давай! Давай, Лара! Да камон! Еда! Покормите меня! Я не так много ем! Сухарями питаюсь. Ладно, давайте пойдем посмотрим, что там за спиралька канугская. Где она там? На камнях где-то опять. Ой, них хрена не видно. Так, время... Время зажигать. Где? Где-то тут. А где хошь, там ищи, блин. Да, да, камон. Да, емано! Да шо такое-то? Так! Мы сейчас от головы обочуримся, я вам отвечаю. Я могу как-то? Могу понять, я тут могу пройти или не могу. Почему написано, что где-то прям тут в камнях? Ого! Ни хрена себе нычка, блин, контрабандистская. Еды! Еды и зрелищ. Чё, порошок? О, порошочек! Так, а чё за записка? Чёрт, записка выводилась, да? Ох... Нифига себе, это рандомом, скорее всего, подфартило с порошком. Но, блин, если мы сейчас не выживем, придётся грузиться, и... Ну, всё, хана. Загадка. Шаг и шаг. Человек равен... Одному! А один равен двум разноцветным. Обувь. Равен двум одноцветным. Один шаг. Орехи... Орехи вообще ничего не... Вообще. Замен надо чё-то... Надо записку выложить взамен. Обратно. Ну, не обязательно, но... Хотите бутылку? Хе-хе-хе-хе. Чё им отдать? Мне всё надо. Отлично. Это был поворотный момент. Судьбы решаются в полночь. Защищены лишь те, о которых мы позаботились за светло в театре. Маски репетируют. Средизостойки удалось уберечь от заражения. А пули зачем? А как ты думаешь, зачем пули в этой игре? Ноткин. Заражён! Заражён! Не заразился. Не заразился. Так, пацан заразился. Его нужно сходить вылечить, получается. Ёптиш, господи. Я правда сейчас умру? Потому что у меня голод уже. Всего было 12 дней. Это не очень мало, но и не слишком много. Вот и ещё один день не навал. Город меняется. А голод остаётся прежним. Что-то происходит в театре. Что-то происходит в тебе. Жрёт меня голод уже всё на 100%. Чё жрать-то? Что жрать? Июм ешь. Почти не утоляет голод. Арахис. Особо не наешься, фундук. Не наешься. Да вот что это такое? Как жить? Мне кажется, знаете, что стоит сделать? Загрузиться там, где мы сохранялись на своей базе. И бежать реально просто травы продавать. Эти твериновые все. Потому что это нереально. Это просто... Это не смешно даже, я бы сказала. О! Здравствуйте, мужчина! Вас двое, мать твою. Стоять, тварь! Дал по лицу, потеряла сапоги. Офигенно, да? Мне нужна еда, и ты меня отдашь! А ну-ка, поди сюда. Ой! Ой! А я тоже не поняла, о чём происходит. Руки убрал! Ой, блин, он сдаваться уже... Пошёл! А я его что-то случайно ударила лишний раз. Чё, зажался? Нет, нет, нет. Да-да-да! Еды дай. Яичко! Яичко! Я не знаю, правое или левое, неважно. Яйцо! Ешь! Мама! Мама! Всё просто с меня сняли. Смотри, раздели в этом бою. Может, отмычками их реально ковырять, этих ублюдков? Может, реально использовать отмычки как оружие? Их дохрена! Дома я особо не взламываю. Нифига три... Ну, нет. Три ячейки. Три ячейки где-то в жопу. Правильное яйцо. Нет, это было яичко. Я всё ещё не могу их разделывать. Твою мать. Ладно, щемим. Я вышла на охоту. Я хочу есть! Это как вот эти картинки-то. Кубик лего. Я кубик лего. Меня нельзя кушать. Трёхлетний ребёнок. Я голоден, да? Это я. Второй чел за бабкой побежал. Да, но пока я дралась с этим, они уже на километр убегали от меня. Это что-то. Воруй еды из домов. Да что ты говоришь? А ничего, что там люди живут, и они как бы увидят то, что я ворую. Они узнают, видишь? У меня репутация вмиг упадет вниз. И я опять буду ещё шкериться ещё от людей, от обычных, да? Охрененный план. Я готовая, бляха. Подходи по одному. Я хочу есть. Постучать. Да они не откроют, сволочи. Ну, камон. Покормите, а. А, они доверяют мне. А, я их могу ограбить. Вот так вот даже, да? Зашла такая. А если я возьму, они же, наверное, запалят. Обыскать они узнают. Здравствуйте. Кофе. Хоба с ножом такая. Кофе от усталости очень неплохо работает. Нужно два ноготка откинуть им. За кофе. Кофе неплохо, кстати, действительно лечит. Ногтей-то у меня дофига, в принципе. Можно было, на самом деле, еще подкинуть и взять них. А, ну, бляха, дура. Ну, ладно. Пускай они меня чуть-чуть здесь полюбят. Пролюбят. Они узнают. Какого хрена они узнают? Бляха-муха. Покормите меня. На толку-то. Сейчас очень быстро в театр. Посмотрите, где открывается эта лавка смертников. И быстро туда просто. Я не знаю, что делать, что угодно. Ой, емае, это жутко, слушай. Там кто-то кого-то убивает, по-моему. Не? Не. Так, ты хорош или прох... Собака такая. Сучонок. Могу сказать, ублюдка. Все, щеметь. Отсюда, скотинок. Когда-нибудь я вас резать начну. Готовьтесь. Дамы и господа. Эпидемия. Быстрее, пожалуйста. Театр официально упраздняется. Равно с ним и другие городские удобства. А именно, водопровод, доступ к родным детям, которые и так не вылезают из своего многограня. Канализация, уличное рукопожатие, сочувствие институту брака, снабжение провиантом и прочее. И прочее. Я сейчас умру от голода. Думы народного театра велением приезжего бакалавра доступают в распоряжение Мортусов. Во избежание. Мортусов, повиновение которым является обязательным для всех и излагается нормой закона в настоящих условиях. Умирай на сцене картины. Я умру сейчас, реально. Может, если я сожру траву какую-нибудь, я выжжу. Да, да. Все, все, давай быстрее. Господи. Сосредоточьтесь на том, что собирались успеть делать. Выпусти меня. У вас осталось чуть больше недели. Приводите свои дела в порядок. Исполняйте свои куции мечты. Выпусти меня. Собака не кричит. А дойду ли я до тебя? В очень хорошем месте, кстати, лавка расположена. Если я до нее дойду, будет чудо просто. Потому что вот. О, изюм, кстати, неплохо установлен. Так, запомнили. Изюм это еда. Иногда. В очень редкие моменты изюм можно жрать. А изюм, кажется, арахис, да? Усталость у меня, правда, тоже зашкаливает. Надо, короче, очень прям быстро, вот прям со скоростью света туда нестись. Потратить штучку. Не, моя вода. Не, ну голос, я не успею, блин. Я не успею. Ну что такое? Я просто не успею. И я неправильно иду. Ну хотя ненормально. Господи, боже, почему-то там больно. Так, это, по-моему, козел. Козел! Поцак! Простите, извините. Здравствуйте. А, вы хороший. Вы, у вас еда есть? Нету? Вам повезло, блин. А вот мне не очень. Можно пройти вперед, пожалуйста? Не зависай. Район заражен. Он уже серенький, видишь? Он уже не заражен. Он уже отмер. С Ларой что? Лара сволочь! Она нас не покормила. А я сейчас от голода умру. Блин, в оригинальной игре она хотя бы кормила бакалавра. По крайней мере. Мимо. Двое на одного, вы что? Ты умираешь? И я тоже умираю, походу. Умрем. Сейчас я вам отвечаю. Иду убьем кого-нибудь. Что это? В каштан? Жрать каштан! Как? Что такое? Жри каштан, пока дают. Каштан. Где каштан? Изюм жри. Все, жри! Что угодно жри. Господи, только выживи. До утра хотя бы. А можно слепать? Ну, такое, конечно. Мне хоть дотянуть бы. Блин, а вы еще бы вскрыть их. Ты его не обшмарала, я надеюсь, а? Нет, не трогай его, он мой. Все, проси. Тихо, тихо. Ты что делаешь? Ты меня пугаешь, дядя. Я, кстати, веретину не подняла. Она не влезла. И он поднял его, по-моему. О, господи. Это же... Чего так больно-то тут жить-то? Жизь. Жизь-ка заканчивается. Ну, минус бинты, охренеть. Изюм, каштан. Ну, изюм лучше, честно говоря, чем каштан. Я, кстати, с опущенными руками бегу быстрее, по-моему. Юля, наверное, заболела. Мужчина. Да, камон. Нет, здесь хорошо все. Здесь уже, видишь, выгорело все. Где эта... Вон она. Мужик, я тебе что угодно отдам. Только невинность. Что угодно. Молоко. 18. Господи, 6. Не влезет, кстати. Но мы сейчас поправим. Два молока, кстати, дает. Но за 18. А я даже не знаю. Не ори! Два молока. О, два молока. Господи, молоко животворящее. Есть, есть. Пить. Одновременно все делать. Ну, от усталости меня это, конечно, не спасет. О, симулятор бомжа. Это мягко сказано. Так, что я еще тебе могу всунуть? Бутылки отмычки на... Отмычки на три, серьезно, мужик? Окстись. Кармальные часики у детишек неплохо вроде как выходили там. Патрон для... В теории. Я могу купить дробовицкие патроны. Ну, то есть обменять. А потом их тупо продать. В теории. Ну, эти так атеории, аж все как бы... Еще на четыре нужно ему что-нибудь отдать. Две отмычки, ну, ну тебе нахрен. Вот это вот, конечно, да. Ножницы у детишек на десять идут. Бутылку вот одну отдать. А эти сколько? Двенадцать. А, может, я тут за двенадцать, они подороже должны быть, теоретически. Во. Нотки, ну, есть чем выночить? Ну вот, к сожалению. У меня только две микстурки. Даже одна, я бы сказала. Обе желтые. Либо нам повезет. А порошочек? Порошочек-то есть, но ты, ты, камон. В начале игры порошочек. Сохранится бы. Знаете, что? Давайте залетим к Аньке. Посмотрим, есть ли у нее там сухари ее. Ой, нихрена не вижу, слушай. Ну-ка, кстати, насчет домов. Мародеры здесь, интересно, тусуют. Усмехать бы нет, хоть бы нет, хоть бы нет. Мне хоть что-нибудь, игра, пожалуйста. Я давно не сохранялась, между прочим. Есть деньги. Ну, короче, да, надо шмонать по... Ох, господи, дура напугала. По покинутым домам, после чего мы... Вот прям пока серый район, прям пока он отмечен как серый. Тогда да. Руки, сюда! Я понял вас! Я вышел! Господи, каким ты себя несчастным чувствуешь вообще? Ох, е-мое. Прикинь, так зайдешь, просто вот... Моментально тебя положат. Своучик же там еще по несколько штук. Еще если тусует, то как жить-то вообще? Здесь надо до... Ох, пойдем-ка домой зайдем, а? Хрен там, да? Так, где Аня? Мне нужна Аня. Это, господи, хоть бы это были не мародеры, ребята, ну. Догоняй, ублюдка, догоняй, давай, давай. Ой, смотри, одни. О, господи, уже с ножами, мужики. О, господи. Ох, господи. Ох, господи. Так, где вербы мои? Где вход в них? Не бойся, не бойся, не бойся. Чего не бойся? Иди ты нахрен, дядя. Аня! Аня, тут люди страшные. Аня, покорми меня. Я сухари все твои. Куда ты их зажала? Я хоть туда зашла, вообще? Анна, Анна! Сухари дай! Спать сохранится. Где сухари? Аня, кстись. Самое мерзкое чувство, это когда земля на руках засыхает. МОЛОКО! Аня надоила молока. Яблочко, свечка. Ограбить женщину. Свечка не влазит, черт. Молоко мы выжрим сейчас, подожди. Свечку забери. Аня! Аня, где сухари? Аня, доставай все. Сколько у него забитых имен, слушай, блин, пипец. Мы только что там были. Аня, где сухари? Анечка! Аня, кормилица! О, МАГАД! Так, а... Все это прекрасно, конечно, но мне не влезает уже. У меня молоко не влезает. Желко, вот это состакать нельзя. Трава мне сейчас, конечно... Палки в колеса ставят. Свечки, они неплохо на обмен были. Ну, блин, в жопу свечку! Честное слово! Где мое молоко? Только что тут было. Вот оно. Отдай молоко. Выкини. Нахрен. Во, вот так. Не будем выкидывать, прямо пускай оно там стоит. Усталость. Блин, сейчас главное не рухнуть. Подожди, сохранение. Я у тебя прилягу, ага. Три ночи. Давай, три часа. Я могу, кстати... О, я жма... Ну-ка, я не знаю, как оно, Мадрил-то этот мой... На меня подействует на усталость. Ну, как Морфий или все-таки? Нет, по-моему, он так не работает. Ну, давай. Жахнем. Опа, и вот так. Встреча друзей. Да она же отменилась, ты что? Вроде бы. Не, оно даже этот самый поменяли, видите? Единственное, что здесь как бы осталось, да. Но в баре-то мы были. Ну, просто как бы, камон, задание пропало. Обычно, если мы должны что-то сделать, оно остается. Видишь, он сколько дней висит. А, это что такое? А, они же там встречаются. Ой, я дебилка, я что-то думала. Они в баре встречаются. Ну, а я в любом случае бы не дошла. И вот как? И я вот успею до семи. Во сколько там начинается утро? В семь тридцать, да? Давай тогда, знаешь, что сделаем? Мы сейчас загрузим. Поспим поменьше. Хотя просто, чтобы дойти хватило сил. Я что-то смотрю, мне не попадается на глаза, не попадается. И до этого револьвер покупать будешь? Какой нахрен револьвер? Ты посмотри, сколько у меня денег, это раз. И ты посмотри, сколько у меня еды, это два. Какой револьвер? Застрелиться? Семь тридцать утра, да-да-да. Какой? К черту, револьвер. Давай часок. Вот, чуть-чуть хватило. Так, теперь мы... Давай, давай еще раз сохранимся. Не, а пшмарай тут не дают. И просто бяжем. Так, прям маршрут надо как-то так проложить. Можно было бы на лодку, конечно. Хотелось бы, конечно, на лодку. Но кого я обманываю? Вылечить его прям вот сейчас бы. Вот прям по пути. Вообще, кстати, если нам повезет, если рандом будет в нашу пользу, мы, может быть, его сможем вылечить с тем, что у нас есть. Может, нам повезет, и он на желтую волен. У нас и желтые таблетки есть. Я, конечно, сомневаюсь, что мне так повезет. Но вдруг случится чудо. Можно, конечно, немножечко зачетырить. Сохраниться, знаешь, перед тем, как его лечить. Ты хороший, плохой кто-то. Сохраниться перед тем, как его лечить, а потом просто, знаешь, загружаться, пока на желтую его болезнь не выпадет. Чемная мразь. Ах, это ж я мое забыла совсем. Ай-яй-яй. Мужчина, помогите! Ну что же в говне у тебя все? Отдай все, что у тебя есть. Все, вали. Всем забыла. Блин, тупо то, что если нож, типа, знаешь, попортился, ты им урона вообще не наносишь. Это дебилизм. Даже если он затупился каким-то образом об чьи-то тела, он должен наносить хоть что-то. Потому что это гребаная палка. С треугольным окончанием. Металлическая. Это дебилизм прям. Вот честное слово. Какие-то крайности. У Мора всегда такая проблема. Какие-то крайности. Даже затупленную фигню можно вонзить в шею, знаешь ли. А что вы тут тусуете? Это все для тебя, Эмшен. Сердце, печень, почки. А еще пахнут жизнью. Зачем это мне? Я знаю, конечно, но тем не менее. Вы убили и раскрыли тирала, а Донке, как это понимать? Сделай снадобье, как твой отец. От горя, от яда, от зависти, от ломоты в костях. Он все умел. Любое лекарство мог сделать, если мясо хорошее было. Это хорошее. Бери. Да, там травки можно со всякими органами совмещать. Будет результат. Вырежи почку, получишь результат. Эй! Только менху может раскрыть тело. Среди вас есть менху? Нет, я качину. Мы приступили закон. Нельзя вскрывать тела, если не знаешь линий. Нам придется отдать свои жизни. Да, только двоим не тревожься. Мне и Кусы. Остальные не прикасались. Зачем? Ну, это нужно тебе, Яргачин. Настоящие снадобья делают из мяса у Нэнте. Что можно сделать из одной лишь травы? Даже твой великий отец не мог обойтись травой. Он делал свои лекарства из крови и внутренности живущих. Какие? Любые. Лекарства от боли, от внутреннего... Нутр... Нутренного огня, от лихорадки. Лекарства для всех трех слоев тела. Не зря вот, знаешь, Ноткин заболел. И вот тут, пожалуйста, принесли мне. Если знать линии, то из внутренности травы можно сделать средство от любого недуга. Так устроен мир. Откуда вам известно о трех слоях тела? Кожа, кровь, тонкие нити. Так твой отец лечил. Нервы. Эти нити называются нервы. Возьми. Это в дар. Чтобы ты не рисковал собой. Не раскрывай живых без нужды. Не раскрывай мертвых чаще, чем нужно. Даже если ты хороший. Менхо, Бодхо этого не любит. Лучше пострадать нам, чем тебе. Я принимаю ваш дар и вашу жертву. Наверное. Ну, а смысл? А ничего, зря вырезали, что ли? Чего пропадать-то, добро? Так, ну я не могу подобрать, потому что оно не влезает. Печень, почки. Так, мы сейчас метнемся внутрь. Ты тут не пропадай, добро мое хорошее. Правда, у меня иммунитет что-то сейчас очень резко ржухнул. Мы сейчас забежим, положим лишнее. А мы положим, мы положим, мы положим травку. Вот так вот сделаем. Господи, сколько мусора, на самом деле, у меня тут. Потому что, может, ну, в жопу реально этот нож. Где мои отмычки? Даже если они будут ломаться, я хотя бы их буду тратить. Это будет мое оружие. Я буду убивать людей отмычками. Порошочек мы пока сложим. Хотя, блин, если сейчас пойдем нотки налечить. Пружинка, это наверняка где-то там. Но мы пока не знаем, кто лечит за пружинку, поэтому пока оставим. Точильные все эти камни. Пока я не найду бритву, один фиг. Бестолку. Хотя, если найду, потом сюда бежать, серьезно. Сложно. Ну, это если я что, сама выпью для иммунитета пуговички это все отдать. Детишки любят шарики. Мы же еще до них не дошли. Вот эти хреновины обязательно нужно себе оставить, потому что мне нужно вот эти вот вытяжки все свои чинить с помощью этих фиговин. Так, знаешь, что надо сделать? Я постоянно забываю, что как будто бы время идет, когда я там ковыряюсь. Но это не точно. Сохранимся. Смотри, сколько времени? 4,54. Блин, я сейчас не успею к своим. Ну-ка. Все еще 4,54. 4,55. Очень плохо. Ну-ка, смотри. Сейчас. Просто смотрим, что тут есть. Да, время идет, когда я вот так вот сижу. Ох. Плохо, 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 плохо. Так, выложу эти патроны. Нахрен. Можно их, конечно, продать, но что-то страшно пока. Ноготь не складируется. Ладно. Ладно, дырочка есть. Молоко возьмем. Бежим. Не туда. Не туда. Бежим. Сейчас еще печень почки забрать. Господи. И опять внутрь. Облезет ли она? Кровушку мне принесли. Плохой звук, плохой звук. Ой, прям вошло хорошо. Ой, фу-фу-фу. Иди нахрен. Да органы я вижу. Что ты вот... Господи, чат, камон. Как можно забыть про самое сакронное? Сакронное. Все. Я сейчас не буду копошиться, я не успею. Точно? Надо бы, конечно, но я не успею реально. Так, еще бы надо сохраниться. Где там сохранение было? И ты бы спичка стала. Что приготовить-то? Да все приготовлю. Конечно. Запряжи. Бежим. Не успею, че-то мне кажется. Хотя ночь заканчивается 7.30. Может и успею. Так, где? Хотя эта штука усталость. А, нет, она понижает. Нет, вот это повышает. Твоя мать! Нет, стоп. Это не вариант. Я не дойду. А даже если дойду, я не вернусь уже с такой усталостью. Слушай, а какая? Плюсовая, получается, понижала, да? Усталость. Плюсовая пампа понижала усталость. Или че я там хлебала? Так, это было после органов. Бежим. Нет, Ноткина я еще не вылечила. Мы сейчас бежим навстречу друзей. Но че-то, мне кажется, мы только время потратим на это. Так, как бы так вот это. Мы можем сейчас залететь, просто посмотреть, что у него там. Либо на обратном пути как-то это сделать. Иди нахрен. Что такое? Что такое? Что такое? В опасности. Юля. Ну, мы видели, да, что она... Да идите вы в задницу! Спичка. Где тебя носит? Так, господи. Ну, то, что она в больном районе сидела, это мы видели. Гриф тоже. Да-а-а-а-а! Я не успеваю, ребята, с вами общаться. Кровь надо было, кстати, с собой захватить, может быть. Накинули бы ее. А ты что тут сидишь? А, ну, они же болеют там внутри, конечно. Так, я не знаю, у меня только... А, я не понял. А какой... Тык, 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 втык просто! Как лечить-то сопляжой, когда он не пускает меня? А, я же не выложила кровь. Хорошая. Да, точно. Чуть, я думаю, выложила. Ну-ка, проверим. Да, плюсовая понижает усталость чуть-чуть. Помимо повышения иммунитета. Не, назад, 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 назад. Все правильно было. Я и не понял, когда Ноткин откроет свои двери. Ах. Что, подальше-то место нельзя было выбрать для встречи? дебилы великовозрастные. Дожгли костры свои. Сатанисты! Еле дошла! Покормите! Шашлыков хоть нажарили, ну! И все у них кончилось хорошо. И началось плохо. Мы поговорили тут, пока тебя ждали. Ну, чё наговорили? Ну, чё тут не ясно? Перед такой бедой все прочие обиды... Беды и обиды и бледнеют. Чур, этот морс работает... Чую! Этот морс работает великим ткачом. Соедините все, что было разорвано. По мне так наоборот. Чума разобщит людей, разорвет семьи, не говоря уж о дружбах. Это не чума нас объединила, а ты. Ну, если бы не чума, и они бы не изменились. Нет, это всё ты, твоя воля. Ты поступил хорошо, медведь. Переступил через обиду и гордость. Не постыдился поручиться за грифы. Я бы, наверное, так не сумела. Последнее объятие перед потопом. Ну нет, да брось ты. Эта штырь у нас всегда сшивала. Сшивала. Будем заботиться друг о друге. Попробуем выжить, да? Конечно! Если ты меня покормишь, я тогда вобрету какие-то шансы выжить. Слушай, а почему закрыты все станции? И товарная, и пассажирская. Это давно? Пассажирскую закрыли ещё год назад, и товарную? Нет, недавно. А для там? Он там что-то хотел перестраивать, помнишь? Это... И, господи, помнишь? Уже как энергично тут строили новые ветки, пока не начали воевать. Ты же тоже там был, да? В очагах. Совсем немного. Фельдшером. Ничего интересного. Что ты знаешь об этой болезни? Её назвали песочной язвой, ты знаешь? Почему песочной? Из-за шершавой кожи. Она всё сушит. Но ещё люди по-прежнему верят, что она выползла из земли. Все эти байки про земляного голема, про шабнак с глиняными ногами. Ну, это... Чушь. В этот раз она скосила всех в том квартале. Умерли все. Ни один не выжил. Все заразились и умерли все. Это значит, надежды нет? Ну, может и нет. Что это меняет? Самым важным вещам внутри нас надежда вообще не нужна. Надеюсь, ты говоришь не о внутренних органах. О них, Лара, конечно, о них. О чём я ещё могу? Милосердие не допустим. Тихо, не надо про милосердие. Вар ростовщик свару варят. Только-только брагу притавили как на тебя. Вот воронья-то налетела, а. Раньше же их столько не было, да? Кстати, а как твой ночной народец, который в ножички играет? Чё? Что станешь сделать сухорезами с этими? Да что я с ними сделать могу? Перед своими мазуриками притворятся, что тут по-прежнему я всему голова. Да перед честными людьми открещиваться от всех, от всего, всеми руками и ногами. Вот как сейчас. А как ещё? Ты уж определись как-нибудь. Да поздно мне поворачивать, не видеть. У меня теперь одна дорожка. Может, кстати, оно, что началось, морг, как пожар. Всё спишет. Теперь такое начнётся, ты уж мне поверь. А ты и рад, значит, да? Тут уже так всё высохло, что и спички не кидая от пристального взгляда загорится. А укладские зубы скалят. Точно мало не покажут. А скалят мало не покажут. Господи, я думаю не о том, я думаю о еде. Я не могу нормально читать. Эти долго запрягают, да быстро поскачут. Хозяин-то привык, что они безмолвные, да безропорные. Так они не по тупости, а по безразличию, сам знаешь. Это они до поры. А пара-то, вот она. Это так. А эти, что без работы остались, им по домам сидеть всяко скучно будет. Им теперь интересно будет жаротву добывать, да злобу вымещать. Вот это мой путь, я чувствую. Толстый Влад-то всю лавочку свою прикрыл еще позавчера, а? Он же чайно ловкий. Мне-то и словечко никто не молвил. Как думаешь, знал он? Да кто его знает. Если это та песченка, что пять лет назад всем амми... Амба! Амба! Спасения не было от нее. Все померли в застройках, как один. Тот раз батюшка твой вовремя дверь прикрыть успел. Из застройок не вырвалось, только там и спаслись. Теперь уже отворяют ворота. Отворяя ворота не прикроешь, да и некому. Жестко. Кто-нибудь... Какие кто-нибудь... Все, я все, я думаю о еде. Я не выживу. Не доживу ни докуда, вопрос. Жестко. Кто знает, будет у него время, может он что-нибудь получше сумел его придумать. Породитель о порождении страха. Да-да-да. Ты больше не медведь, Бурых. Пора взрослеть. Пойду я уже, дело не в проворот. Вообще не думал, если честно, что ты придешь. Сам не думал, но не жалею. Сил поднабрался, место хорошее. Я и забыла уже, как тут, в степи. Что это за вагончик? Тут раньше его не было. А кто его знает? Вроде там кто-то живет внутри. Может и детское логово. Мячик там лежит на рельсах. Тут вокруг часто детвора собирается. Многогранник. Этот не всем по душе. Кое-кто не поместился. Ты и глаза так мячик разглядел. Я бы даже не поместился. Не всех беру, что ли? Не знаю. Я в детях ничего не понимаю. Не умею с ними. Ты в детстве не умел. Ну хватит. Заладил. Нечего болтать. Сердитая на тебя крепкая. Сам же понимать должен. Это не гнев, парень. Это ревность. Оставь это. Смешно. Потому что я детей по ходу дела понимаю. Слишком хорошо. Потому что они вертят мной, как хотят. Соближу я. Так, трава раз. Трава я с... Трава. Ой, твор... Творы-то тут сколько. Творы. Поросла. Смотри, взошли. Всходы. Один хрен подохну, конечно, ну. Савьерчик. Ванючка. Упала. Она вся падает, что ли, за мной? Да твоя моя. А сколько травы упало? Один вид травы падает. Это скорее всего... Какая, господи? О, сечи, кстати. Не было у нас ее еще. Так. Как вот так все это переет и самое. Савьер падает, кстати говоря. Но он у меня уже не влезает. А, ну, одна. Одна савьерка была, а все остальное попало. Один савьер был. Только он... Его и нет, собственно. Ну и хрен бы с ним. Так. Можно к мишке метнуться. Стоп, 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 стоп. Да, я застряла. Не знаю, мишке вроде поспать нельзя будет, да? Влезает же. Да где влезает? Да где ты видишь, что оно влезает? Ты же разжилась в кушанье. Какое кушанье? Одно молоко осталось. Какие кушанье? Смотри на мой голод. Вот насюда упадет и все. Какие кушанье? Огститесь. Пусти меня, мышь. Миш. А три яблочка? Ой, да что эти три яблочка? Вообще-то яблочки голод повышают. На секундочку. Храпокада ждать негде. Яблочки, блин. Так, что я могу? Надо ждать с семи утра, на самом деле. Гриф у меня, скорее всего, опять не пустят, да? Вообще говорили то, что болезных будут отправлять в театр. В теории, они там лежать будут. То есть, их тут нет, они будут лежать там. Но вот с этими ребятами это так не работало. Так что хз. Продавать траву. Блин, мне из нее варить так-то надо. Ну, парочку пучков. Вот кровавая теперь частенько попадается, на самом деле. Сесть бы сейчас на лодку, да поплыть. Далекие дали. Ну, я устала уже. Мне бы лечь поспать. Хоть немножко. Куда б лечь-то? Ну, дома лечь можно, в принципе. Там, кстати, можно будет поутру сразу прям со сранья приготовить. Может, что-нибудь попробовать. Сохраниться и посмотреть вообще. Я думаю, знаете, действительно, надо дойти до дома. Сохраниться. Просто в холостую посмотреть, что из чего варится. Потому что это время тратит, к сожалению. Здесь игра слишком жестко по времени. Здесь, я не знаю, это так задумывалось, или они что-то перемудрили. Потому что, ну, пипец. Тяжело очень. Со временем. Так, пустая бутылка есть. Куда капать? Хорошо. Резать мы давно не резали. Так нельзя нам не резать. Репутация до нуля упадет. И опять на меня охотятся будут гражданские. Я сейчас не могу себе такое позволить. Первый говорит так же. Ну, блин, я не помню, что было за бакалавра. Я не знаю, как там с Гаруспика было в оригинале. Но за бакалавра такой дичи не было. Чтоб вот прям настолько. Всегда было. Ты как бы, в принципе, второй-третий день. Ты уже вполне так неплохо ходил. Добывал. Сиакугу. По ночам. А тут тебя по ночам унижают. Кровавого мясника пока что ты превратиться не можешь. Который будет, потому что ты не можешь вырезать все эти печень, почки. Так, сохраняем. Сейчас в холостую пойдем варить. Спичка, милый. Профилактика на тебя. Давай. Ты у меня в опасности, но еще не болен. Давай, плюсик на тебя. Давай. Лечися. Вот так вот. Все, лечись. Не болей. Так. Смотри. Ну вот и все, понимаешь? И все, нет еды. А вот эти яблочки? Что это такое? Вон оно, яблочко. Смотри, сколько восстанавливает. Оп. Оп. Все, нет яблочка. Нет еды. Как... Так. Раз, два, три. Здесь хватит на сердце, здесь на печень. С почкой потом разберемся. Смотри. Давай еще раз сохранимся, чтобы потом вот это вот... Не вот это вот. Сейчас эксперименты будут. Сердешко раз. Печень два. Смотрим, что с чем. А, не... А, я же не могу. Мне же вот здесь, наверное, это надо делать, да? Мне для этой фиговины нужно... Вот это есть у меня, а вот это вот я хозы где-то добывать. Ну, это, скорее всего, сердце туда кидать, да? Надо будет. Виду тебя невеселый. Значит, из больнички пришел? Вот для того, чтобы расширить инвентарь, иголки, нитки, да? Тряпочка нужна. Карман пришить, банально. Тряпочки я чуть нигде пока не видела. Починиться, чтоб надо. Опять же, нужна бритва. Мне ее что-то в последнее время вообще не попадается. Не так, не так. Слушай, ну, получается, мы сейчас не будем этим заниматься. Давай загрузим. Поесть мы поели. Да, да. Загрузить, давай. Не, это надо ждать. Короче, пока что оно хранится. Будет? Блин, продать эти сердца к чертям собачьим. Поесть купить. Нормально, главное не помереть. Мы сытыми в принципе не ходим. Ну, знаешь, надо про запас что-нибудь хотя бы чуть-чуть иметь. А когда ничего нет, это прям жопонько. В любом случае, сейчас, кстати, посмотрим, что Савьер дает вместе с Сечью. Парочку этих самых возьмем на продажу. Я думаю, черную дверь. Вот так у нас две вот этих фиговинки, надо не забывать. Так, смотрим. Там, где льется кровь. Редкая жгучая травка. Многолика из нее варят тинктуры. Тоже многолика. Сорняк. Ну, смотри. Макс, привет. Дела, ну, мы выживаем, как могем. Давай. Сечь и Савьер. Замолчи. Сечь и Савьер. Это желтая. Причем, Мадрил плюс или обычный Мадрил? По-моему, Савьер плюс любая трава, это по-любому вот этот Мадрил плюс. Плюсовой, да? Или обычный, по-моему, обычный. Ой, я, короче, не знаю. Кровавая дверь. Подожди, вот это убрать нахрен. Кровавая черная. Кровавая черная. Че там из этого получилось? Нужно просто выучить и читание трав. Тоже, тоже обычная. Так, кровавая черная вместе не стакаем. Чат, записывай. Кровавая черная, это обычный Мадрил. Обычная желтая. Савьер плюс черная, это тоже обычная желтая, да? Нет, это, это, это вот это вот. О, Волфсей, нифига себе. Наконец-то застал стрим, стримчанского стримлера. Последний раз был первый стрим под МС. Нифига себе. Ты давно не заходил. Бобричка, Крис, Драто, Тичадди. Вась, тут погляжу. Уморительная атмосфера. Офигенно, уморительная атмосфера. А тем временем сердце на 2 килограмма отправлено на Волфсаем. Простите, извините. Спасибо, спасибо тебе огромное. Ворвался как мог. Прям, да. У меня под коленками чешется. Спасибо тебе. Это ничего? Савьер плюс черная, равно желтое плюсовое, да. По-моему, желтое плюсовое. Вы мне потом в Дискорд это все скиньте, я буду зазубривать это. Кровавая черная, это желтое обычное. Кровавая черная, желтое обычное. Пишите. Так, грузим. Сейчас еще немножко пошаманим. Это, наверное, немножечко влияет то, в каком слоте стоит трава. Не-а. Ну я удивлюсь. Нет, здесь просто две совмещаешь и все. Просто эти стрелочки сделаны, чтобы тебе удобнее было менять банально и все. Так. Это было близко. Почему не для тебя это так принципиально? Камон. Мой стрим, мои правила. Так. Сечь. Я хочу посмотреть. Сечь и черная тверь, это получается кто? Это получается оранжевая. Сечь и черная, это оранжевая. Короче, все самое темное дает оранжевую. Ну и сечь, соответственно. Бурое черное дает оранжевую. Сечь и черная дает оранжевую. Причем оранжевую плюсовую. Сечь плюс черная, оранжевая плюсовая. Чат, пиши. Черная плюс красная. Это желтая у нас, да? Черная плюс савюра. Это кто еще раз уточним? Это медрел. Желтенькая. Я-то что-то прошляпила опять. Желтая обычная. Она под коленками чешется. Ничего? Плюсовая, плюсовая это была. Хорошо. Ладно. В принципе, окей. Давайте мы сейчас тогда сделаем полный набор. То есть желтую, белую, оранжевую. Желтую у нас, в принципе, есть. Да, я знаю про нас толку. Она вышла несколько лет назад. На листочек нужно формулу записывать. Да, этим занимается чат. Мне просто некогда. Я просто фигачу и все. Потому что если я буду... Здесь время идет, когда ты их варишь, к сожалению. Так, давай. Кровавая и черная. Это, по-моему, желтая давала, да? Сечь и вот это вот. Мне нужна оранжевая. Оранжевая. Да, вот она. Черную и красную. Это... Черная и красная. Это медрелл обычный. Голно. Но мы будем сами это говно пить. Потому что выбора особого нет. Сейчас сделаем... У меня бурая-то есть, господи. А, бурая-то... Вот бурой у меня и нет. Эх, ты не плюй. Себя пожалей. Вот бурой у меня как раз-таки и нет. Черт, тебе бери. А бурая нужна была для белой скляшки. Собака такая. Ладно. Мы сейчас тогда савьер выложим. Выложим, я сказала. Черную фигнюшку тоже выложим. Кровавой довольно много. Мы ее, наверное, частично продадим. Штучки... Три. Не знаю уж, как она там стоит. Это мы пока что оставим. Ты виду тебя невеселый. Узя, молчи. Значит, из больнички пришел? Бурая, кровавая, обычная белая. Да, да. Так, смотри. Рано-рано поутру мы идем чесать малиновый забор. Зеленый год олень. Семь утра. Усталость у меня, конечно, в хлам. Слушай, а вот интересно. Если я желтый... Ага, нет, желтый. Плюсовой. Есть ранжевая плюсовая, но желтую плюсовую. Я выжирала уже. Кровь мы потом польем. Забытое имя. Забытое имя, наверное, имеет смысл куда-то выложить, потому что... Да, до вечера. Лавка-то не откроется. Потом разберемся с этим. Кровку мы выльем. Отверим, а потом их жахнем. Так, давай, на два часа. Ну, хоть так. День четвертый, в который театр ожидает аншлаг. Зашибись. Мать моя. Фонд организован. Прекрасно. Ну, здесь мы сделали все, кроме вот этой фигни. Хотя, возможно, она, кстати, еще проявит себя, потому что я, честно говоря... Ну, хуже. Ну, вообще, наверное, нет. Хотя, хреново знает, опять же. У нас некоторые эти фиговинки, они, ну, на следующий день же перемещались. Может быть, мы что-то тут за вот это вот... Бык мигает. Да, может, старую дружбу склеить и можно, а вот вернуть старую жизнь, это вряд ли. Так. Что у нас тут есть? Смертельная зараза пожирает мой город. Опытных медиков нет. Че делать? Чтобы победить врага, нужно его понять. И речь тут не о микроскопах. Что же это за болезнь-то такая? Мне предсказали в скором времени пролить реки крови. Что ж, разная она бывает, кровь. Слышал ворчание земли. Ищи его источник. Ну, это мы знаем, да? Намекает то, что взращивай, росточки, пора, время пришло, кровь тебе дали. Сложное лекарство готовят в большом олембике, но он сломан. Потребуется большой набор инструментов. Пора этим заняться. Да. У нас есть шестеренка, нам нужен был еще ящик. Наверное, в этот день мы его как раз и получим. Лекарства можно варить из трав, воды и человеческой требухи. Самые разные. Таких в аптеках не купишь. В здании городского театра теперь больница. Все врачи там. Ну, собственно, да? Иногда по вечерам дети собираются на станции. Это мы в курсе. В завещании отца был список. Кроме семи детей, в нем упомянут восьмой. Удург. Кто это? Что это? Иногда по ночам у Сабы собираются степняки и не только. Удург значит тело, вместившее в себя мир. Так называется что-то, состоящее из множества живых частей. Ну, это мы еще выясним. Так, знание Менху. Ничего не изменилось. Акт 8 почему все еще подсвечивается, простите. Вроде все посмотрела. Get Wizard! Привет тебе! Ой, текущая серия 12, но месяц-то 15-й! Я тебя поздравляю с 15-м бащом! И еще всеми с возивающением тебя! Спасибо тебе за 15-й борщ. Вельком. Вельком бяка. Внизу. Где внизу-то, господи? Чего? Вижу, нет, ничего. А, вижу, вижу, вижу. Можно варить всякое. Все. Так. Все это охренеть, конечно, прекрасно. Что с картой? Здание городского театра, теперь больница, все врачи там. Ну, мне туда, очевидно. Юля больна. Этот болен. Ну, скорее всего, их переместили туда. Я надеюсь, да? Здесь, конечно, любо-дорого походить и пошмонать. Ну, там эти сраные мародеры... Ну, как будто бы игра намекает, на самом деле. Заходи, бери. Ладно, пойдем. Я очень надеюсь, что у меня не за это самое. Как уберечься от заражения? Ты же, доктор, должен знать. Или травы, что ли, не те? Старик вроде эти брал. Да разве же их все упомнишь. Ты что творишь? Чего привязался? Не видишь? Лекарства я делаю. Ты уже готовы к доктору, я гляжу. Ну, так ты же не делаешь ничего. Значит, я буду... Слышь! Значит, я буду делать что-то помню. Может, хоть припарки какие-то не жгло. Тихо, я думаю. Знаешь что, а пускай пожжет немного, если выживешь в итоге. Припарки, говоришь? Нет, припарки нас не спасут. Ну, что делать-то будем? Язык, что ли, проглотил? Делать. Делать мы будем вот что. Знаешь, что такое сыворотка, парень? Знаю. Это когда молоко скисает? Нет. Кровяная сыворотка. Это лекарство. Серотерапия называется. Серотерапия. А мы можем такое сделать? Ты вряд ли, а я вот попробую. Только делай это не быстрое. И с чего начинать-то? С котла. Пока испорчен котел, сделать вряд ли что-то смогу. Это работа тонкая. Слушай, мне кажется, кровь стоит оставить. Не стоит ее пока выливать никуда. А инструментов у нас таких нет. И детали тоже. Шут, хэр. Хэр полный, понимаешь? Есть. Я знаю, где инструменты. Я добуду тебе. То есть там. Есть местечко такое в створках. Там мне должен один кое-чего. Поможешь мне малость? Ага. А то ящик тяжелый. Без тебя не управлюсь. Не управлюсь. Болезнь нашла. Меня умору. А с чем помочь? Нести ящик или долги выбивать? Впрочем, какая разница? Ну вообще, молодец, пацаны. Сработаемся. Пора этим заняться. Это вот тут долги? Угу. Так, минуточку. Давайте кровушку все-таки выложим. Плохая, мне кажется, идея сейчас ее прямо так выливать. Мне нужна бритва и мне нужна ткань. Ну и иголочку бы где-нибудь еще достать, потому что тогда я пришью себе еще один карман. Он мне пригодится. Что-то я зависла и забываю, что когда я туда втыкаю, время тикает. Ох, хорош. Что такое? Вас вызывает комендант Сабуров. Срочно. Всегда срочно. Похоже, что убийцу у вашего отца нашли. Допрос ведут в стержни. Иду, бегу, скажи, иду. А почему не в управе? Впрочем, какая разница? Ну да, они уже нашли однажды нас, так что... Сабуров задержал убийцу отца. Конечно, десять раз. Охотно верю. Ну, я говорю, кстати, этот дом Сабуровых будет. Так, и каким макаром мне идти куда лучше? Мне почему-то кажется, что лучше сперва к Сабурову. От него... Вот прям до него доплыть. По реке. А от него прям, может быть, вот так... Может быть, еще к этой заскочить, вылечить ее. Она, видишь, она еще не больна. Она в опасности. Значит, она должна быть дома, и я смогу ее просто подлечить. С другой стороны, и этот кретин в опасности. К нему бы тоже заскочить. Ноткин, да, скорее всего, зараженный в театре. А те, кто в опасности, они вот так... Блин, я могла грифа вылечить. Так, в теории у нас сколько этих дебилоидов? Этот вылечен. Раз, два, три. Три бухляшки мне нужно, соответственно. Да? У меня как раз три и есть. А если я пойду Ноткина лечить, у меня не останется ни одной. Но я могу им отдать, кстати, иммуники. С Ноткиным можно попробовать зачетырить, то есть сохраниться около него, загрузиться и ждать, пока выпадет на желтую или на оранжевую, чтобы с первого раза. Это, конечно, не честно, но, блин, как тут выживать, я не знаю. Так, ладно. Смотри, мы можем вылечить этого, заскочить туда, посмотреть, что там. А вот он туда. Не, ну восьмой это... Я догадываюсь, что это и кто это, так что... Про восьмого мы пока не думаем. Кровь не льем. Сюда не идем. Дырочка тут есть? Есть. Так, подожди, а тут я пройду? А чего бы, собственно, и нет собаки? Давай. Так, 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 очень быстро мы спускаемся. Здорово. О, там уже эта, твериновая... Нет, показалось. Профилактика. Так, ну у него довольно мало. А у других, может, еще меньше, кто их знает. Медрил чуть-чуть совсем поднимает, я прям не знаю. Вот эти совсем чуть-чуть. Твериновая настойка, хрен ее знает сколько. Давай, ладно, желтый. Живи только, господи, не заражайся, ради бога. Еда. А, черт, время ж тикает, че я зависаю-то? Сколько вы? Пятьдесят за кровавую тверь. Пятьдесят? Пятьдесят? Идите вы в жопу за пятьдесят. Я лучше лекарства буду напить, варить. Пятьдесят, блин. Бутылки стоят тридцать шесть. Совсем уже охренели. О, здравствуйте. Потому что он сам еще та еще... Тверь, да. Тверь полный. Окей. Тверюга просто. Так. Ну, щемим, че. По пути мы, конечно, обшмонатить эти сланые домики, но бляха. Игорь не знаешь, когда наткнешься... На кого-нибудь. Хотя мы только что сохранялись. Сейчас бы самое оно, на самом деле, идти шмонать. Люди добрые не трогайте. Я тут так. А это не тот ли самый дом? Попался, голубь. У меня отмычка есть, сучонок. Нет, нет, нет. О, нифига отмычка фигачит. Хлеще, чем нож. Восславим отмычки, господа. О, нифига себе. Блин, колокол, наверное, много стоит. Бычий колокол-то. Но он и занимает, конечно. Ни хрена себе. Ну-ка поставь отмычку обратно. Она ломается с двух раз, но тут она убивает с двух раз. Где ж вы раньше-то были? Отмычка хреначит людей, блин, лучше, чем нож. Это как работает вообще? О, здорово. А сколько тут таких красивых? Баляха, много у вас что-то? Ах, сучонок. Так, тихо, не надо меня резать, пожалуйста. Отмычка, конечно, очень быстро ломается. Ну, она фигачит, конечно, от души. Сучонка, кусок. Нет, нет, нет. Да, 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 да. У меня, правда, бинтов столько не найдется с собаки. Это этот с колоколом, блин. И яичку. И отдайте, пожалуйста, монетки. Спасибо. Я надеюсь, у вас тут двое было. Мне бы еще чем-то включиться. Жгутика у вас не найдется. Отмычки всему голова, короче. Понятно. Я надеюсь, здесь больше не будет никого. Мне кажется, троих на мою голову вполне. Голок не подкиньте, а. Не в пузо желательно. Мне там своих хватает. Морфий, хорошо. Не, ну, это, конечно... Ох, твою мать. Ну, давай. Здесь за отмычку должно быть что-то хорошее. Ха-ха-ха-ха-ха. Спасибо, игра. Спасибо тебе большое. Спасибо. Отдыши. Сучка. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошо, да? Здорово. Что говоришь? Нет, нет, нет. Да-да-да-да-да-да-да. Блин, слушай, у меня жизнь сейчас закончится. Дайте бинты. Еще пару ударов, и я труп так-то. Ну, как сказать, с одной стороны зашли удачно, с другой стороны я бы не сказала, что удачно, потому что, ну, здоровье по нулям. Если мы сейчас найдем каким-то чудом пару бинтов, будет, конечно, неплохо, но, по-моему, это такой себе обмен. Ну, не знаю, прям. Здоровье, конечно, во время сна восстанавливается, но... Что-то как-то не густо, да? Да ем она? Ста-ту его! Ха-ха! Все, все! Давай уже, что у тебя там в карманцах, собака? Вали. Ну, это не стоит того, мне кажется. И прикинь, в конце дня мы умрем просто от... Стою, стою. Мы просто умрем от того, что мне здоровья не хватит. Смешно будет. Сейчас, ладно. Я предлагаю сейчас посмотреть, что мне скажет этот Собуров. Если что, грузануть это дело, потому что что-то... С одной стороны, монеток мы, конечно, нагребли. У нас даже и Ишку есть, вот эти все на обмен фигнюшки. Но, блин, с другой стороны, здоровья просто нет. А бинты? Я что-то вообще... Ну, не, ну, мужик... Ну, камон. Почему тут в руки нельзя взять? Она точно не сломается. Меня сейчас убьют, понимаешь? Просто убьют, как собаку. Ну, давай попробуем выжить. Хрен там, понятно. Все, хана нам. Ну, и все, в общем-то. Первая смерть от ножа. Я вас поздравляю, господа. Сейчас увидим, кстати, заставку, может, от смерти. Но это не стоит того, серьезно. Потому что, смотри, они здесь прям по улицам ходят. Рад уйти. Один кинул, не такинул. Другой кинул, перекинул. Третий кинул, не попал. Что, сейчас моя реплика? Да, совершенно верно. Вот она. Любезнейший вам обратно в ту дверь. На выход ли? Нет, вы ошиблись. Неверная фраза. Повторим все сначала. Теперь вы должны сказать, я был мертв. Стало быть, умер не до конца. Сейчас я, как режиссер-постановщик, озвучу самому важный ключ в вашей роли. Молчать там в зале, собаки! Итак, каждая смерть очередного актера будет иметь для вас всех необратимые последствия. Вы хорошо меня поняли? Необратимые... Это как? Вам неизвестно значение этого слова? Мир, в котором вы действуете, с каждой сценической гибелью вашего героя, нашего героя, меняется навсегда. Даже если бы у нас появилась возможность схитрить и вернуться в прошлое начать с поворотного часа, последствия смерти остались бы прежними. Что же будет? Каждому, кто пойдет дальше, тарить пути Артемия Бураха будет труднее, чем его предшественнику. Этот театр жестокий. Куда сложнее-то, камон! С каждой смертью рисунок роли будет становиться сложнее, обременительные последствия на небрежности ваших предшественников, их легкомысленного отношения к смерти. Я не хочу играть эту роль! Да как угодно, сыграет кто-нибудь другой там... У нас еще кто-нибудь есть? Эй, кто-нибудь следующий? Следующий! Эх... И какого рода будут эти последствия? Самые неприятные и тягостные для вас. Шагу пройти не сможете без влатка воды, как вам такое? Не сможете коснуться близкого человека? Устроит? Или станется слабым, как пятилетний ребенок? Да что говорить! Уже сейчас объем ваших жизненных сил сократился. Иди ты в шопу! Какой бред! Нет! Нет! Меньше с каждой этой иди в зад! Я тебя предупредил! Каждый следующий выход будет труднее предыдущего. Умер предыдущий актер, значит, в следующем он будет еще три дня удержаться на краю пропасти. Постарайтесь уж, чтобы другой не пришел вам на смену. Пожалеете его. Часы, вам ясно дала понять, часы не помогут. То есть загрузка не сработает, как он нам намекнул еще до этого. Часы это лишь точка, с которой начинается приемник. Приемник начинает с которой он все равно будет нести последствия гибели всех своих предшественников. Ты понимаешь, да, насколько разрабы не любят своих игроков? Просто, просто не любят. А жопой же чуяло грузиться надо было до того, как меня грохнули. Иначе у вас ничего не выйдет, и задача не будет решена. И что это за задача? Объясни. Я объясню тем, кто подойдет по вашим... Пойдем по вашим стопам, если вы не преуспеете. Очевидно, там будут совсем уж безнадежные исполнители, которым надо будет разжевывать и в рот положить. Толку-то от такого опасного человека Марк Бессмертник. Кстати, это фамилия или прозвище? Ну... Слушай, я, конечно... Вот, видишь, гроуспе к смерти одна. Она просто зафиксировалась, и все. Если я загружусь, меня это ничего не поменяет вообще. Еды ты хоть не дай на дорожку. Господи. Звездец. Сейчас посмотрим, где мы вообще окажемся, во сколько времени. В любом случае, если даже смерть засчитается, я все равно загружусь, если там время прям промотается. Потому что что-то мне не нравится вот эта фигня со здоровьем. Вообще, лутать дома... Это, конечно, интересно, но... Стоит ли она того? Вот, видишь? Где я? Меня загрузили. Вот, по сути, мое последнее сохранение, но смерть засчиталась. Ублюдки. И что ты мне предлагаешь? Жизненных энергий у меня меньше стало, он мне сказал. Откинула на последний сейф и засчитала смерть, да. Короче, если ты видишь, что тебя убивают... Грузись, пока не поздно просто! Грузись, пока можешь! Так, ладно, что у меня с инвентарем? Фух... Вот она у меня отняла, видишь, красненьким. То есть, это теперь максимальная, что ли? Моя жизнь, когда вот без этого хвостика... Или до этого тоже, когда уменьшалась, тоже была красным. По-моему, она становилась серым, а сейчас красная. Ну, это как, когда голод, да? Вот, когда дыхание вот досюда, то есть, моя стамина заканчивается вот здесь. Вот так жизнь-ка моя на хвостика обрублена стала. Я понял тебя. Охренеть! Dark Souls! Bloodborne! Кому он нахрен нужен, когда есть more утопия? Новая. Чё так жестоко-то? То есть, по сути, мы сейчас обшмонали вот это вот всё. В этих сраных домах. Получили всякое от... Мы сходили просто туда, чтобы потерять кусочек жиски. Класс. Блин, почему вот нахрена я сражалась? Надо было сразу грузиться. Жопа ж... Я же понимала, что я не выживала. Ну, как бы, зачем я это делала? Давай поможем мужику хоть. Да сучонок ты. Ай, я... Тихо, я вас не трогала. Бритва! Отлично! Супер, я бы сказала. Даже... Я теперь могу заточить что-нибудь. Лучше скальпель, потому что скоро время резать настанет. Починить? В смысле, починить. Поч... Ах вы, ублюдки! Они ещё и воду ломают. В заражённых районах. Ну, охереть, теперь вообще живём. О, господи. Я ничего не хочу сказать. Кому я... Блин, так... Да вас там... О, ёпперны. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Спасибо, спасибо. Я вас поняла. Я приняла. Все. Минус бритва. Как бы ты играть? Господи! За что? Ай, спи ей! За что? За что? Не, я, конечно, сама молодец. Иду через зараженный район, когда там все тусуют. Ну, твою мать! О, ну хоть, кстати, этот штучка не рандомом. Что самое странное, кстати говоря. О, боже мой! Боже мой! Так, галочка стоит. Я его вылечила, да. Давайте в квартиру к Рубину залетим. Может, у него хавка там осталась. Очевидно, что бегать стратегически выгодно. Если бы я еще могла бегать нормально, а не как куряка с сорокалетним стажем, вопросов бы не было. А прикинь, сейчас у Рубина тоже кто-то тусует. Я вообще умру тут. Ну, здесь уже все обшмонено. Обшмонено тут уже все. Дайте еды. Йорик! Йорик, поделись! Да нет, мы тут были, мы здесь уже все сделали. Да-а-а-а-а! Да-а-а-а-а! Они узнают. Да срать я хотела, что они узнают. Сильно упала, кстати, репутация? Сейчас проверим Да не так уж и сильно Шли бы они лесом Узнают они, понимаешь Не то, чтобы это прям Что-то прям важное Я только что подняла Ну, давай Обыскать не взять, идите нахрен Ну, я в любом случае взяла Ну, когда мелочевку, кстати, ты бежишь Ладно, ничего так Зависло что-то, подожди Это кухня, это похоже на кухню Да, эти еды Жгутик Блин, мне вот бритва Она мне так хорошо выпала И вот ее нет опять Здесь вас ненавидят Да блин, здесь и так мародер ходит Шли бы они лесом Хотя, блин, это плохая идея На самом деле Блин, блин, блин Одни блины кругом Да ненависти лучше, конечно, не доводить Сказала я И продолжила свое черное дело Просто потому что Ой, нет, короче, это не было дело Это не стоит того А нам не положено будет трепаться за то, что мы ночью резать людей будем? Положено, но Здесь резать людей себе дороже Потому что жгутов нет Денег нет Есть нечего Ты больше не Рэмбо Который выкашивает Никуда бегу Людей направо и налево Это тебе не оригинальный мор Ты просто не можешь Понять вообще Как? Как тебе жить? Где тот рецепт выживания? К бокалею можно заскочить Либо просто щемить Потому что пойдем реально к лодочке Ну и в задницу Доплывем Мне вообще удивило то, что как бы Вот эти что Там мышь, кстати, полет Ну да Догадалась Молодец Там ползала мышь И я ее заметила ровно тогда Когда я глотнула оттуда Ой, все Короче, что-то мы Все, черная полоса По-моему, началась Удача покинула нас С первой смертью Ома гад Господи За что? Попью чумной Водички Не, ну я смотрю Мы уже не в чумном районе Даже ничего не летает Но мышь я не заметила Ну как? Не в чумном районе Ну вы поняли Здесь-то вот чуть-чуть летает Ну хотя, да, чуть-чуть летает Но мы выпили Вот, видишь, мышь рядом бегает Ну да, кстати, летает Что-то я Вот же оно чумное все Короче Меня напрягает, знаете, еще что? То, что нам нужно Чинить вот эти вот Источники воды В поломанных районах наших Это пипец Там еще потом И воду не наберешь Свинство Спрячь свои ногти Бурахменху У тебя за спиной смерть Мы не повезем ее На своих лодках А-а-а Я поняла Смерть веще-то повсюду Наши лодки Не ходят Из чумных районов Мы можем привезти Тебя в чуму Но не забрать из нее Здесь тяжело Воздух Он давит ко дну Если мы отведем Отойдем от берега То утонем Ну а почему тут Тогда стоишь Мы дяди бодху Бурахменху Наполовину в земле Наполовину сама земля Чума Чуме нет до нас дела Че мне делать теперь? Иди пешком Чума это земля И выйти из нее Можно только по земле Охренеть Моя жизнь Налаживается Просто С каждым Моментом Существования Так Я поняла Короче По-моему Придется идти Через вот это Ну давайте Тогда ладно Через грифы Вылечим его Ну как вылечим Подкорректируем Мунидет летит Просто в никуда Вообще Знаешь что Давай домой заскучим Не дыши ты как Я не знаю Не-не-не-не-не Использовать Использовать Еще раз Молодец Нам в принципе Когда Че? Испугался Это я только прикидываю Как оно будет смотреться Ты не бойся Пока не бойся Они еще бегают Но отчет как говорится Пошел Они у меня самые желанные Самые мне интересные Убери это Господи Больной ублюдок Что говоришь Живо убрать Это слово не очень Ко мне подходит Так что уж извини Не могу Не могу я тебя послушаться Извиняешь Извинишь меня когда-нибудь Ты только не ругайся Ты кто вообще Я в прятки хочу поиграть Я же со всеми вами играю В прятки Догонялки В салочки Еще в крестике С ноликами По-моему с нами Смертушка говорит Мне очень нравится Как выглядят эти значки Они мне симпатичны Так что имей ввиду Я иду искать Восьмой где? С восьмым придется повозиться Но дней за девять Управлюсь Ну да Походу Походу я правильно думала Насчет удурга А может и раньше Как повезет Вали отсюда нахрен Ублюдка Смерть Спиченька Моя Это конечно Обычное Получается Ну что поделать Бери пожалуйста Спасибо Слушай А савьер Плюс черное Это кто был? Чат в чат Напомни пожалуйста Савьер плюс черное Это что-то Я тоже знаю линии Молодец Иначе из подвала На чердаке Не пролез бы Желтый плюс Да значит я правильно Напомню Хорошо Воды сколько? Четыре пустых Давай Мы все равно будем пить На Вода закончилась Охренеть Так Черное И вот это Раз Ладно Я савьер пока Приберегу О господи Я хочу Скромно напомнить Что 10 утра Я еще не сделала Ничего вообще В принципе Пипец Бежим Че Давай вот так Что такое фонд? Ну фонд это Ольгимский его сделал Здравствуйте Возьму и собаку Себе заведу Сделаю из нее Тигру И назову так Буква Зачем тебе Меня тебе любить? Вовсе нет Зачем тебе любить? Вот захочу Не буду тебя любить? Ты че тут маленькая? Ну говори со мной Не борчи А пойдем вместе Петушков собирать Я тебе покажу Че Каких петушков Это травка такая С гребешком Я все травки знаю Они мне показываются Даже лучше чем Плесунам Топтушкам Ну пойдем Мы не сейчас Мы потом пойдем Мы ночью пойдем Придешь к вагончику Постучишь Нашим с тобой Тайным стуком Вот так Тук-тук Тук-тук Вот что Ребенок Будешь ты теперь жить У меня А не в вагончике Не буду я у тебя жить Зачем мне у тебя жить? В гости может быть и приду Ну потом может и поживу немножечко Если еда у тебя есть Какая-нибудь У меня есть спичка Давай его съедим Съедай раз Ладно Че-нибудь придумаем За что игра Самое мерзотное Блин То что мне нужна Бурая фигнюшка Чтобы сделать белую настойку Потому что Если сейчас припрусь К Ноткину Если там Не будет сохранения А в театре Не было сохранения Придется как-то Очень читерить И грузиться Рандомить Потому что Ну у меня белой штучки нет Либо нам повезет Попасть на желтую Либо на коричневую На эту Ржавую Либо хана Тихо-тихо Не уставай Давай-давай-давай Трупы-трупы-трупы-трупы-трупы Трупы-трупы-трупы И Заходим День четвертый Да Так Торговать Че-то там Чем-то там Здравствуйте Один из косарей Господи Во кстати Патрон для винтовки Я специально несла тебе Веришь? Нет Тверин у него стоит 160 Кстати На еду Хватит Мучку я тебе не отдам Скальпель нам надо бы починить Так Время же идет Когда я с ними разговариваю Так Профилактика Надо тебе что-нибудь Не очень жесткое Такое дать Не умирай Не умирай Только там Все Господи Морг Так Ушатали меня Абсолютно По тупому Если честно Я точно знала Что я помру Я не думала Что будут такие условия Тяжелые Для жизни Дальнейший Камон Я знала Что мир меняется Там со смертями Но блин Чтоб настолько все плохо Камон Грузитесь Глупцы Короче Видите что Вы уже на пороге смерти Не доводите до нее Просто грузитесь Читерите Как безбожники Просто Потому что Эта игра Она вас щадить не будет И это даже не читерство Это просто Здравый смысл Так Вышли 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 Не вышли Покашляли такие Пошли дальше Так Альгимский В опасности Тоже ублюдка Жирного Кусок Так Я в жопу Господи Камон Камон Игра За щиту Ты так Со мной Это ну Господи Тихо Не надо Альгимский Жопа жирная Вылезай Лечить тебя Сейчас буду Профилактика Давай Ноткина Конечно Надеюсь На него Хватит Так Ты с тобой Поговорить Ты мне Даже Ничего Не сказал Не покормил Сволочи Как Как Просто Как Можно Вот здесь Наверное Выйти Лучше будет Чем вот так Через верх Бежать Хотя Вход В театр Все равно Тут Выходим Направо Здесь Живая Больная Больная Какая Она там К Юле Еще А ну Капелла Тоже Больная Я как Ох Что Вам Всего Сыралась Здравствуйте Ноткина Не хватит Камон Ноткина Это вылечить надо Иначе Он помрет Слушай Может Ну Я в жопу Рекопелла Куда Я лезу Господи Воронье Поганая Ну У нее Профилактика Видишь Слышишь Звон А я знаю Где он Ты бережешь Нас всех Людей Из списка Твоего отца Они мне Кажется Особо Уязвимы И Мишку Береги Мне за нее Тревожно Ты откуда Знаешь Я все-таки Дочь Своей матери Я знаю Вещи Чувствую Потоки Иногда Как думаешь Смогу я стать Хозяйкой Прям вот На днях Вылупится Бабочка Из куколки Ты мне Про Мишку Лучше Расскажи Мишка У нее чутье Она дикая Совсем Как зверюшка Не получила же Такого воспитания Как я Но она Очень точно Чует вещи Она откуда-то Все знает Наверное Земля И говорит У нее дар Такой Землю Понимать Что ж Она такое Знает Например Ну знаешь Почему она Ходила за тобой Откуда Например Она узнала Что ты Сын Сидора Почему Исидор Бурах Твой отец Принял страшное решение Тогда Пять лет назад Болезнь остановили Но множество людей Погибло И Мишкина семья Жила в сырых застройках Понимаешь Теперь Она меня должно быть Ненавидит Нет Но она чувствует Вы связаны У нее доброе сердечко Не винит она тебя За дела твоего отца Потом родителей своих Она совсем не помнит Ей же было Очень мало лет Но то что их нет Мучает ее Она хорошая Да Что мне тебе Впихнуть Я могу кстати Ей в принципе Тверина в зубы Воткнуть Давай Потому что Я вот это Для Ноткина Приберегу У-у-у Понятно Лечить ее Придется Кто знал Что так все плохо Вообще В оригинале Тверин Очень нифигово Поднимал Иммунитет Вот прям Чуть не до 100% А тут Что-то Как-то Не густо Ну что встал-то? Побежим. Пипец. Ну, ну, камон, ну давай ты меня еще здесь задерживать будешь. Иди скорее сюда, ну. Давай, давай, быстрее. У меня иммунитет так... А, и собаки некрещеные. Да, ё-мо-на. Открывайте карту. Ай-яй-яй. Нет, нет, иди нахрен. Иди нахрен, говорю. Ой, ой, что это было? Жизнь! Я вернулась к тебе. Пусунва. Так, стоять, стоять, не двигаться. Шестеренка. Четыре. Где-то нахрен. Пулька. Поговорить. Дядь, а что, писяголовцы скопустились? Или бунт у них? Не знаю, почему ты так думаешь. А, я тоже не знаю. Хан от них ушел. А что ушел? Выгнали, значит? А куда он ушел? Скоролубок, куда же еще? Наши, говорят, он там сидит, не выходит. Тебе что, не интересно, что у них случилось? Да, ну? Интересно. Да, и ее пуперный театр. Так, козлы малолетние. Смотри, в театре сохранения не было. Если я пойду сейчас лечить Хана, у меня только, грубо говоря, чистый рандом. Поэтому пойдем в управу, сохранимся. Прекрасная музыка из громкоговорителей для успокоения играет с людского. Мутная вода. Мутная вода. А где ты ее набрала, там, мутную воду? А можно выкинуть нахрен? Ага. Чуть не выпила, блин. Мутную воду, воду ты набрала в мусорке. Набрала? Может, взяла? Я думала, это пустая, честно говоря, чуть не обратила внимания. Две пустых. Не, давай до упора, все равно скоро потратим. Теперь вот так вот хлебать не рискнешь, вслепую. Так, управа. Иммунитет низкий. Спасибо, я вижу. Сделать с этим пока ничего не могу. Спасибо.